По этому году продолжили, чтобы было завершение. С левой стороны находится транспортный узел, высокой плотности, транспорт. Значит, нерегулируемый блок перекресток, повышенный, как аналитики, сбега. Значит, решен вопрос установки светофоров, целого блоки светофоров, регулируемый блок перекресток, ремонт, ну и зеленая зона, 3 освещения. Цена вопроса 50 северных планет. Так, подрядчик есть? Да, да, пожалуйста. По вашим ожиданиям срок завершения работы? Срочно. Да, на месяц. Где-то в середине июля стоят. Хорошо, не так. Анатолий Викторович, по качеству какие-то замечания есть? По качеству мы выезжали, были, по установке бордюрных камней, замечания устранены на сегодняшний момент. Сейчас ждем окончания работы, окончательная приемка, в том числе проверка световозврата, встречающая характеристика дорожных знаков, приборов и перепривающих комиссий уже дальше решено. Сейчас под действующего объекта замечаний нет. Замечаний нет, да? Да. Объекты по темпам выполняются хорошо, и вы тоже подтверждаете, что в середине июля есть возможность его завершения. Да, по контракту 1 августа, я думаю, что в середине июля объект будет введен. Ну, сейчас же можно, давай. Да, я мне это. Значит, проблема в чем? Мы делаем согласно проекту все, и заранее предусматриваем, вот камера мешает, мы за ней. Вот эта въездная зона, она раньше была как метро, это дорога очень выпустила. Мы сразу понимаем, что можно делать въездную зону более широкую, мы запланировали, но дальше, дальше уже, так сказать, мы не попадаем в зону проекта. Проблема в чем? Вот он, шокодный переход, которого здесь никакой нет. По проекту, самое оптимальное, то, что у нас пропустили контролирующие структуры, пропустили только именно вот эту зону. При наличии пешеходного перехода парковочное пространство у магазина исчезает, по закону. Мы находим варианты компенсационные, это въездные зоны, не парковочные карманы, потому что ширина дороги устая. Раньше все привыкли, чтобы у каждого дома, у каждого магазина, у каждого, так сказать, входа было парковочное пространство, прям с дороги. И сейчас вот это положение в какой-то въездной уровне, иначе это насыщенная магистраль, в которой артерия транспорта достаточно высокая. Вот это положение такое. У людей пока идет не до понимания, что мы закрываем в парковочном пространстве. Второе, не до понимания, вот это количество заборов, которое предписано нормативным документом, достаточно большое, она по большому счету. Конечно, красоты-то и не дает, потому что хочется безопасности. Я думаю, что все равно нужно как-то искать варианты и таких масштабов вот этих заборов, потому что и дальнейшая эксплуатация. На пешеходных переходах, да, с декорацией ранее, оно на расстоянии 50-100 метров от перекрестка, это уже сложно. И вот дальнейшая зимой эксплуатация, как демокричное, содержание, он по большому счету функционирует. Расстояние 50-100 метров от перекрестка уже не несет. Ну, давайте так, насколько я владею информацией, жители Берск это беспокоят не заборы, а беспокоят как раз отсутствие парковочных карманов. Здесь я обратил внимание на две задачи. Первый, мы, конечно, обсуждение информирования, что проект большой, важный, нужно жителям разъяснять, где вопросы безопасности, первую очередь, а где есть возможность какие-то компромиссные решения. То, что вот есть такое напряжение по поводу парковочных карманов, хотя мы понимаем, что технические решения обоснованы, наверное, здесь важнее пешеходные переходы, а не парковки. Это из-за отсутствия информации, значит, более активно нужная информация. Теперь вторая задача, я, конечно, поддерживаю комплексный подход. Я вижу, что в отношении ремонта улиц подход к комплексным, все элементы, там, от бордюров до газонов и в проезжей части захвачены. Но и сопутствующие работы, прилегающие действия по этому модели, посмотрите вместе с администрацией Берска, если действительно есть возможность компенсировать там, мало ли, дефицит парковок через расширение въезда, ну давайте на это пойдем. Я думаю, что затраты не такие большие. Спасибо. Снимите сразу все. Да, ну, чтобы вопросы снять, нужно с людьми разговаривать, действительно. Теперь по поводу дефекта.